Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас хотелось бы остановиться на соревнованиях, рассказать более подробно, что там происходило, кроме тех результатов, которые видны из протоколов, потому что, оказывается, очень многие смотрят мои видео, многие смотрят YouTube или Instagram, и когда я приехал на соревнования, все интересовались, как моя форма, подготовка, миджидом богабшим, оказывается, тоже за ним. Наблюдают, узнают, подходят, интересуются. Прям даже не ожидал, что из старших возрастных групп так активно в интернете смотрят видео. Ну так вот, по поводу соревнований. Когда я уезжал отсюда, вес мой был 62,700. И что-то я так расслабился, думал, а ерунда, еще там сколько, 4 или 5 дней. Я особо так не следил за питанием, не стал, точнее, следить за питанием. И в результате там вес уже был 63,5. А так как мой вес держится благодаря диете здоровой, то, ну, определенной, то не так просто было сбросить этот вес. Пришлось за два дня исключить воду, все жидкое, а за один день практически ничего не пить. Голова, блин, болела, раскалываюсь, давно такого не было. Даже не выдержал прям за один до завтра поднимать, а сегодня вечером, например, я прям купил две шоколадки и съел. Только после этого стало легче. Короче, очень-очень тяжело. Еще не успел туда приехать, кстати, и заболел. Если кто обратил внимание из моих видео, у меня голос там осипший, хриплый. Кстати, может быть, даже на результат в толчке это повлияло. Хотя я не ощущал там ни слабости, ни температуры, но фиг его знает, всякое может быть. В какой-то степени может быть. Ну так вот, вес я согнал. Что там дальше-то, блин? Когда делал рывок, когда разминался к рывку, никаких таких вот предпосылок не ощущал. Кстати, о планах. Хотелось в глубине где-то души, хоть я и не загадывал, но в глубине души хотел как очередную ступень сделать к продвижению, к рекордам. Это 90-115. На счет 115 вроде бы как был спокоен. 12 уже толкал. А вот больше 82 не рвал. И... А так как 95 рекорд, хотелось бы приблизиться к 90. И вот на разминочке порвал 80. Вроде неплохо. 85 не пошел, не стал психологически себя давить. Хотел просто первый подход выполнить ну... так... со спокойной душой. Просто отработать чисто силовуху. Силовухой отработать. Поднял... Заказал 84, поднял. понял, что еще 4 нет смысла прибавлять. ну, по ощущениям. Заказал 86. 86 уже выложился. И чтобы... ну, не на хорошей ноте завершить рывок, а просто продуктивно отработать. Заказал 87. Ну, что у меня отлично получилось. В принципе, по ощущениям 87 это был предел. Я просто отлично собрался, выложился и поднял. Потому что ну, есть у меня такая черта, блин, зависает у меня впереди штанга, плечи. Может, конституция такая. Я немножко такой, у меня покатые плечи. С загла у меня штанга никогда не падает вообще. Так, я немножко такой, у меня покатые плечи. С загла у меня штанга никогда не падает вообще. Не помню, с детства, лет 15, наверное, никогда я еще не падал. Все время падает вперед. И поэтому вот отрабатывал именно работу спиной, заведение за голову в тренировках. И ну, результат возымел. Не результат, а этот. Ну, короче, отсюда и результат. 87 поднял. И причем не было никаких таких выводов, что какая-то форма там не та. Ну, просто вот 87 уже хорошо. И как только стал разминаться в толчке, с первых же подъемов там 50 или 60 толкал. Блин, чувствую, ноги не тянут вообще. Слабые. Никогда такого не было, в общем-то. Всегда и рывок, и толчок все нормально проходит на одном уровне. И тут я, блин, с самого маленького веса понял, что ноги не тянут. И это ощущение укреплялось все сильнее и сильнее. Сколько заказал я 100 в карточке. И думаю, блин, надо хотя бы 100 как минимум потолкать, чтобы определиться с какого веса мне начинать. И потолкал 100. Ну, тут уже техника особой роли не играет. Ну, в плане опасений, поднимешь, не поднимешь. Поэтому я понял, что вот пятерочку еще подойду, а десятку можно заказывать. И заказал 110, потом подошел на разминке 105, и в общем-то пошел на помост на 110. Кстати, ну, я и так особо, блин, техника элитной, можно сказать, так, не отличаюсь. но вот я смотрю на свои видео и вижу, что мне поднимать было легко. То есть, там через полуприсед взял, толкнул, блин, как-то так высокую разножку. Ну, особенно после толчка этого первого подхода никаких мыслей вообще не было, что там что-то не потяну, не подниму. я прям поэтому смело, если вот я как говорю в рывке, я так осторожненько-осторожненько стал прибавлять, а тут прям все, плюс 5, это как минимум. Думаю, блин, ладно, там второй подход-то я точно подниму, а третий уже видно будет килограмм или еще сколько-то прибавлять. И вроде бы отдых, время для отдыха было достаточно. И когда подошел на 15, первый подход, блин, такая разница вообще, как будто меня просто подменили, забрали все силы, у меня все силы ушли на обставание, не было, не оставалось даже сил подкинуть ее. Ну, хорошо, у меня здесь она на ключицах лежит, она никогда не душит. и толкнуть просто с груди не мог. Я стоял с ней, держал и просто как постамент просто больше не было сил. Еще чуть-чуть бы и я бы рухнул вместе с ней. поэтому получился такой дебильный толчок. кстати, там видно, что после выталкивания у меня даже это, ну, там, когда ноги представляешь, даже ноги так немножко от бессилия подкашиваются. вот, ну, и в третьем подходе, что тут уже терять, все, надо выложиться полностью, настроили ребята, одноклубники. И самое главное, это нужно было встать в отдачу быстро, что я и сделал, встал, даже немножко подкинул ее, освободился, вдохнул свежего воздуха и даже оставались силы на толчок. Ну, тоже штанга очень тяжелая, хоть я, конечно, перед отъездом на соревнование говорил, мне лишь бы взять на грудь, а толкаю я всегда, вот это был первый случай, когда давно такого не было, я уже не помню даже, когда такие были случаи, когда я вставал с такими ощущениями, когда нет сил просто толкать. И здесь уже я стоя со штангой посчитал, что надо сейчас вытолкнуть и ну о фиксации пока на тот момент не думал. Я считал, я дал себе установку как можно мощнее вытолкнуть и расползтись в самую глубокую разножку, которую мог. Ну, естественно, не на шпагат, это глупо, потому что потом не встанешь. но дал себе установку распозтись в самую глубокую разножку. на фотографии, которую выкладывал на инстаграм, там кстати видно, что действительно разножка просто ну такая с прямым углом передней ноги, то есть очень низкая, очень глубокая лично для меня во всяком случае. Но так вот глядя со стороны я так понял, что именно такая это в общем-то и считается идеальной, идеальной для подъема тяжелых весов. Ну и не включился у меня левый локоть, повело в сторону и короче не зафиксировал я штангу. Ну по большому счету как вот бывает некоторые говорят вот чуть-чуть маленькая ошибочка там то и все совсем чуть-чуть не хватило и я бы ее поднял. Здесь ну честно могу сказать, что я ну чтобы ее было поднять это нужно еще кое-какие силы блядь не не то что чуть-чуть ну настрой был в общем-то зал немножко поддерживал в принципе ну не то что я люблю прям у меня нет такого там огромных залов когда там тысячи людей орут там поддерживают но я ощутил по съемкам для инстаграма когда я понимаю что я сейчас снимаю для тех кто будет видеть ну что будут видеть многие для ребят которые здесь в зале поднимают или у нас были контрольные тренировки мы друг с другом соперничали по системе Синклера то подстегивает поддержка очень подстегивает не знаю как там некоторые обижаются когда им там давай давай тени выложись там я знаю многие говорят да хорош ты заколебал блин ну я как бы со своей колокольни вроде как стараюсь завести человека и вот лично меня это очень подстегивает были такие моменты свои ребята поддерживали Серега Филатов спасибо Миша Филатов спасибо считал мне подходы разогревал очень классно все сделал ну поддержка была немножко мотивировался заводился ну такие результаты да 110 маловато но пятнашку пятнашку толкнем обязательно толкнем надо готовиться следующее соревнование я кстати почему я продолжаю тренировки ничего не закончилось я отдохнул всего два дня пока возвращался и уже опять приступил к тренировкам через три недели будет Московская область среди взрослых где я буду поднимать за команду и ну в последние годы вот как выступаю в старших возрастных группах все время между соревнованиями соревнованиями бывают такие ну перерывы длительные вот сейчас вот весной было в марте и вот в ноябре девять месяцев и вот следующие соревнования будут в Москве чемпионат России это что декабрь январь февраль ну три три-четыре месяца то есть такие длительные периоды где можно и отдохнуть и заняться ну немножко восстановительный период захватить и такой подготовительный где можно немножко силовую покачать а вот так чтобы через три недели прям вот не знаю особенно что с весом делать я после соревнований так немножко расслабился кстати эти видео я размещал в инстаграм в ютюбе размещу полностью как бы мою поездку в бугульму со всеми до соревнований видеоклипами и после так вот и что-то в поезде ел только сладкое практически приехал домой встал на весы 60 сколько кто угадает блин 66 66 с лишним с копейками блин я просто у меня глаза кругли здесь как через три недели мне опять худеть в течение трех недель но сегодня буквально один день прошел я опять стал кушать ту же самую еду не жалко жирную и так далее с мультиварочкой и вес уже с утра был 64 вот это радует так что вес наверно подгонится самое главное это восстановиться восстановиться ну не знаю как насчет прибавить но во всяком случае я там грубо говоря на соревнованиях работал работал судьей находился все время на ногах на нервах плюс вот эта болезнь не знаю как она сказалась но если так вот судить то в общем-то болезнь все время сажает ноги в первую очередь ну так оно в общем-то если так предполагать то возможно как вариант что немножко болезнь свою роль сыграла ну а здесь просто подготовиться надо восстановиться и посмотреть тогда как можно просто приехать на соревнования и посмотрим что получится хотелось бы немножко улучшить результаты если получится восстановиться то наверное в 15 сразу я толкать не буду хочу для начала с такой с конкретикой чтобы точно зафиксировать во втором подходе новый личный рекорд а потом уже смотреть дальше и раз такие слабые ноги надо что-то делать с ногами мне тут посоветовали там одно лекарство пару уколов надо поделать возможно поможет ну тяги я уже кстати приступил стал делать вот за счет тяг еще с большим весом там ноги тоже очень хорошо работают но уже уже эта нога откликается уже ночью верчусь блин от вот этой резкой рези или боли как она там мрт делать не хочу уже и многим ребятам знакомым уже говорил ну что толку ну сделаю я мрт мне врач скажет у тебя там надрыв или воспаление я спрошу а что надо делать он скажет ну вот кали лекарства и сиди дома полгода ну понятное дело я же не буду сидеть полгода мне же не 15 лет где как бы говоря вся жизнь впереди так что буду как бы выворачиваться выкручиваться а там посмотрим и так у меня был тяжелый вариант этой болезни ноги когда я тупо просто забивал хотел клин клином вышибить и делал полностью всю тренировочную программу и вплоть до того что я просто ну когда ходишь вроде ничего а когда ложишься и нога расслабляется я не мог даже лежать я была при таком расслаблении тире напряжении мышцы бедра она очень резко болела и я даже спать ложился когда ногу приходилось немножко поднимать выше подушку под нее подкладывал твердую ну в общем жизнь была были условия и вот дотянул до такой степени что понял что клин клином не получится она не выздоровеет и хорошо тогда был такой вот 9 месяцев когда было это было как раз летом хорошо это было я сделал полторы недели перерыв немножко все прошло ну практически перестало болеть но при возобновлении тренировок постепенно постепенно только сначала на больших весах потом на меньших на меньших и опять она начинала болеть ну сейчас сейчас нормально она себя чувствует вот нужно как бы как вот со спиной я лечил так же с ногой ходить как бы по как как бы по лезвию бритвы чуть туда чуть сюда и уже проблемы вот надо смотреть на это другое хотел рассказать хотел сказать о по поводу подготовки готовился к бугульме по необычной для себя системе ну она так сама по себе сложилась потому что там был перерыв двухнедельный и так получилось что при возобновлении тренировок у меня получился такой всплеск рекордов результатов личных и ну и чуть-чуть совсем оставалось там месяц буквально по-моему до соревнований и я стал тренироваться вот именно таким образом что старался на каждой тренировке там где нужно было поднимать там 90% веса грубо говоря ну на раз я поднимал до предела ну грубо говоря как в одном из своих видео я говорил там болгарская система хотя я ее совсем не знаю знаю только единственное что знаю это там работа все время на пределе на максимальных весах но о самой методике там я не в курсе ну просто схожая вот по схожей системе с болгарской и мне вот самому было интересно если ну я два дня отдыхал образно говоря там все равно я на технику работал с малыми весами работал но на серьезные тренировки я проходила два два иногда даже три дня но вот я поднимал максимальные веса и вот мне самому было интересно поднимая 82 в рывке и 110 там 107 в толчке 112 один раз даже я толкал вот мне было интересно сколько я смогу прибавить на соревнованиях ну вот мы видим что ну максимум пятерку пятерку в рывке пятерку в толчке а раньше по той системе по которой я всегда занимался все эти годы и ребят тренирую у меня получалось так я работал на 90% весах пятерку прибавлял это были мои первые подходы на соревнованиях то есть ну совсем другой расклад и вот мне было интересно я получил опыт теперь можно сравнить его со следующей подготовкой к чемпионату России будем готовиться по другому посмотрим ноги попробуем поднять ну вот такие планы ах да еще раз хочу сказать всем спасибо кто меня поддерживал кто смотрит видео лайки ставит они мне важны мотивируют меня очень сильно мотивируют мне всегда с любопытством смотрю кто наблюдает кто ставит лайки ну вместе мы сила мы поддержим друг друга еще раз большое спасибо 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 Продолжение следует...